Великое разделение От Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, И все святые ангелы с ним, Тогда сядет на престоле славы Своей, И соберутся пред Ним все народы, И отделит одних от других, Как пастырь отделяет овец от козлов, И поставит овец по правую свою сторону, А козлов по левую. Тогда скажет царь тем, Которая по правую сторону его, «Приидите, благословенные Отца Моего, Наследуйте царство, Уготованное вам от создания мира, Ибо алкал я, и вы дали мне есть, Жаждал, и вы напоили меня, Был странником, и вы приняли меня, Был нагр, и вы одели меня, Был болен, и вы посетили меня, В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, И накормили, или жаждущим, и напоили, Когда мы видели Тебя странником, и приняли, Или нагим, и одели, Когда мы видели Тебя больным, Или в темнице, и пришли к Тебе, И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, Так как вы сделали это Одному из сих братьев моих меньших, То сделали мне». Тогда скажет и тем, Которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, В огонь вечный, Уготованный дьяволу и ангелам его, Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, Жаждал, и вы не напоили меня, Был странником, и не приняли меня, Был наг, и не одели меня, Болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя Алчущим, или жаждущим, Или странником, или нагим, Или больным, или в темнице, И не послужили Тебе», Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, Так как вы не сделали этого Одному из сих меньших, То не сделали мне, И пойдут сии в муку вечную, А праведники в жизнь вечную». Возмышление, часть первая, Спасенные. От Матфея, 25 глава, С 31 по 40 стих. Иисус рассказывает о том времени, Когда Он вернется во славе царя и судьи, И будет судить народы, И решать их вечную судьбу. Овцы символизируют спасенных, Которые исполняли Его волю, И проявляли сострадание к нуждающимся. Они наследуют вечную жизнь. Наша вера в Иисуса проявляется в том, Как мы относимся к нуждающимся И тем, кто находится на краю общества. Она должна сопровождаться делами милосердия. Иисус протягивал руку Самым бедным и отверженным. Если мы хотим следовать за Ним, То должны иметь такое же сострадание, Что и Он. Кто является братьями меньшими В Вашем окружении. Как Вы можете проявлять к ним Божью любовь. Размышления, часть 2. Потерянный. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 по 46 стих. На последнем суде Иисус изгодит Нечестивых, И они никогда не смогут пребывать Его присутствием. Они будут потеряны навечно, Ибо отвергли того, Кто предлагал им надежду через Евангелие. Конечно, мы не можем заслужить Спасение делами, Но ими истинная вера в Иисуса доказывается. Да, в физическом воплощении Его нет на этой земле, Но Он все так же желает служить голодным, Жаждущим, бездомным и обделенным. Ожесточенное и равнодушное сердце Упускает возможность продолжить Работу Господа на земле. Тема вечного осуждения довольно трудная, Но у нас еще есть время, Чтобы нести Божий свет И жизнь тем, кто в этом нуждается. Какую группу нуждающихся людей Из тех, о ком говорит Иисус, Вы, скорее всего, проигнорировали бы. Побуждает ли вас мысли о вечном осуждении Благовествовать тем, Кто еще не знает Иисуса Христа? Молитва. Дорогой Господь Иисус, Благодарю Тебя за спасительную благодать. Прошу, открой мне глаза И помоги мне видеть то, Что важно для Тебя. Пусть моя вера в Тебя Помогает мне любить И заботиться о тех, Кто нуждается. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok